Вы знаете, я думаю, что это вообще странно, что деятельность Меджлис еще не запрещена. Давно-давно надо запретить. Меджлис – это группировка экстремистская, которая никогда не хотела регистрироваться ни по каким законам. Даже по украинским законам она не была зарегистрирована. Почему, казалось бы? Да потому, что Меджлис, даже украинское государство представляло временным. И на самом деле, что Меджлис – это есть правительство Крыма и парламент Крыма одновременно. И вот они должны управлять там как государство, а украинские временно, так сказать, все эти владеют. То же самое и Россию они представляют как временную. А в будущем все это будет независимый Татарский Крым. Таким образом, это незарегистрированная организация. Ее по этой причине можно, так сказать, запретить. Во-вторых, это, ну без сомнения, сейчас террористическая организация. Именно боевики Меджлиса, они, так сказать, устраивали вот эти теракты в Крыму, там взрывали инфраструктуру, источили многие районы Крыма. Поэтому, конечно, ее данным давно пора запретить. Нечего мянуть вообще. Террористы, которые, без сомнения, являются руководством, являются ключевые боевики Меджлиса, должны быть строго наказываться по закону. Крымский татарский народ надо освободить от диктатуры Меджлиса, которую он навязывал крымско-татарскому народу на протяжении последней четверти века. Крымские татары, большей частью нормальные, трудящиеся люди. Но всегда кто-то есть, так сказать, начальник. И вот в условиях такой вот безалаберности отношений Киева, России, Крымко-татарский Меджлис захватил власть и установил свою диктатуру над крымско-татарским народом. Крымские татары должны быть освобождены от Меджлиса. А если наши евросоюзские друзья хотят, чтобы Меджлис продолжал свою деятельность, давайте создать с Евросоюзом рабочую группу совместную и попробуем сделать так, чтобы законодательно могли, мог Меджлис зарегистрироваться и вести законодательную деятельность. Но когда Меджлис все приедет к нам, увидит, как работает Меджлис, и глаза на лоб порезут, потому что это явные террористы. Вы знаете, большинство крымских татар уже не любят сильно этот Меджлис, поскольку он их ведет к нехорошим конфликтам с российскими властями. Но к тому же де-факто Меджлис уже запрещен. Они, поскольку не зарегистрированы, ничего они вам есть, нормально не могут. Нужно начать процесс их, так сказать, и сделать, я считаю, это процесс максимально европейский открытым. Пускай все едут, пускай мы дебатируем. На примере Меджлиса можно прекрасно доказать юридическую, строго юридическую правоту российского властя. Сергей, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз свяжемся. Вот если у вас уже, конечно, будет время. Спасибо большое. Да, всего вам доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего вечера. До свидания. Много не мало. Продолжение следует...